Диана сейчас попытается все повторить. Нам нужно доказать теорему, что любое целое, неизвестное число, меньшее числа n плюс один в катриале, единственным образом представимы в другом виде. Можно сначала доказать лему, что... Ну вот лему, что... Райность такое. Да, вот такое райность. Сумма n слагаемых. Сумма n слагаемых. Вот один умножить на один факториал, два умножить на два факториала, на два факториала и так далее. Плюс n умножить на один факториал, равна n плюс один факториал, меньшее число. Ну... Поднимите руки, кто понял формулировку теорему. Ох, вот. Они не поняли вообще, о чем это было. Что делать бы? Еще раз. Ловись. Теория, какое целое, неотрицательное число, меньшее число n плюс один факториал, единственным образом представима в виде an умножить на n факториал плюс an-1 умножить на n факториал и так далее, а первое умножить на один факториал. Где пополняются вот такие условия? Можем? И все равно непонятно. Хорошо. Слово представимо. Вы знаете? Они не знают русский язык. Хорошо. Ребята, поймите, когда Путин говорит там цап-царап, да, там замочим в сортире и так далее, он говорит на своем языке. Вы не должны переходить на этот язык. Русский язык богаче, чем я тебя замочу и так далее. Понимаете, это не язык подворотников. Вы должны стараться развивать свою речь, читать книги и так далее. Если вы будете ориентироваться на, что называется, там телевидение, да, то это плохо хочется. Диана, еще раз, медленно и проверяя значение каждого слова. Потому что я боюсь, что здесь правда проблема с русским языком. Итак, теорема. Любое. Давайте учите язык. Любое. Слово «любое» знаете? Что такое «любое»? Каждое. Какое «любери» все равно получится. Целое. Целое. Целое, неотрицательное. Целое, неотрицательное. Неотрицательное, понятно, что такое? Да. Замечательно. Что такое целое и неотрицательное число? Давайте, перечисляйте. Целое и неотрицательное число – это число, которое не смешанное, то есть не целое число с дробью и не дробь, и не дробь, и не дробь. Не отрицательная, то есть натуральная, то есть не... Прочнее, пример. Пример. Допустим, там, 0, 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. 2020, 2021, 2022, ну и так далее, и так далее, и так далее. Так, с этим понятно? Число, число, понятно. Если честно, число не очень-то понятно. Про это целая наука, есть математическая логика, что такое число. Вы еще долго будете это учить в самых разных вариантах. Но все-таки считаем, что в первом приближении это понятно, да? У нас тут никаких хитрых чисел нет, у нас просто самые-самые-самые простые... Но число, в принципе, понятно, что это такое цифра, это просто значки для того, чтобы представить число. Ура! Значит, первый кусочек проблеводки теоремы все поняли, правда? Да, классно. Правда. Дальше идет. Меньше числа. Меньше, чем n плюс 1 факториал. Меньше, больше, знаете? Да. Меньше, это вот меньше. Больше, это больше. Пеналовый меньше, чем по этим. Есть такая вещь, как несравнимые объекты. Но для чисел, для чисел все понятно. Когда берешь целые числа, то одно больше, другое меньше. Ну или равно, да? Замечательно. Меньше, чем n плюс 1 факториал. Всем понятно? Замечательно. Единственным образом представим. Вот дальше фраза. Что такое единственным? Да. Только одним. Только одним. То есть, нет, 2, 3, 10 только один способ. Замечательно. Ну что ж, слово представима. Да. Представима, это значит, что можно его как-то обрисовать, как представить. Можно так записать. Можно так записать. То есть, вместо представима, можно было сказать, может быть записано в виде следующей формы. Правда? Да. Так, отлично. Теперь голосование. Кто теперь понял утверждение теоремы? Так, большинства мы добились. Спасибо. Вроде даже давляющего большинства добились. Это теорема. Отлично. Поехали к лезвию. Точно так. Нет, ребята, метод Минни-Пуха самый надежный в таких ситуациях. Надо о каждую ступень удариться, проверить, рано или поздно все получится. Диана, будьте добры. Да. Для n равного 4, напишите, что утверждает эта лезвия. Хорошо. Это будет 4? Да. Так, 3 материала, это 6, значит, это 18. Значит, 24 на 4, это 96. Замечательно. Равно. И это сумма, ну, я, пожалуй, сделала вот так, что вот это было 100. Ну, зачем? Ну, ладно, все, не важно, да. 100 плюс 1 плюс 18. И это будет сколько? 119. Да, 119. Ну, и 5 материалов на 120. Да, равно 5 материал минус 1. Господа, нам втолковывают, что когда берешь до 4, сумму вот этих 4 словаря, то это будет до единицу меньше, чем 5 материалов. Сейчас, понятно? Смотрите, у тебя все лучше, чем у меня. Хорошо. Дальше что? Вот. Теперь нам надо доказать это для какого-то числа. Ну, вот, будем доказывать по индукции. Ваз индукции, когда n равно 1. Ну, 1 на 1 материалов это 1. И это действительно равно 2 материал минус 1. Потому что 2 материалов это 2. Хорошо. Теперь сделаем переход. Пусть... Нет, стоп. Опять голосовать. Ладно. Поднимите руки. Кто понял базу? Мне кажется, все... Понял базу? Не понял базу? Есть человек, не понявший базу. Вот и живой человек. Пойди еще раз. Нет, объясните, что такое база сначала. Нет, база, ну, как бы, то, на чем сидишь. Ну, основа. Ну, вот базисные... Прямо база класса. Военная база. Знаете, что? Это там, где военные прячутся от других военных. Ну, не то, где там все... Да-да-да, я и говорю там. База, ну, как бы, я не знаю, мне кажется, что... База — это утверждение для самого маленького n. Это то, с чего мы начнем и пойдем дальше. Понятно? Вот в данном случае в эту формулу невозможно подставлять отрицательные числа n. Потому что мы не знаем, что такое факториал отрицательного числа. Правильно? А вот единицу подставлять очень даже можно. Ну, кстати, на самом деле даже 0 можно подставить. Тогда в левой части слагаемых не будет, то есть ответ будет 0. А в правой части будет 1 факториал минус 1, то есть 0. Ну, это уже такое немножко странное логическое занятие. Ну, вот единицу подставлять точно можно. Правда? Вот мы ее и подставляем. Теперь понял? А? Да, отлично. Все, базу сделали. Ну, теперь самое главное давайте. Переход. Переход. Пусть для некоторого числа n вот формула, которая написана на самом греху, выполняется. Ну, тогда давайте докажем, что и для n плюс 1 тоже эта формула будет выполняться. Ну, давайте просто сначала запишем это все. И потом поймем... Во-первых, все ли понимают, что если она это сделает, то все будет хорошо? Вот, народ, представьте себе такую картинку. Что у вас есть цепочка, вы держитесь за один ее конец, а каждое свино цепочки держится за следующую свино. Понятно? Понимаете ли вы, что в таком случае цепочка совершенно прекрасно будет нависеть? Да. В рейтинге вы имеете некоторую цепь утверждений для единицы, для двойки, для тройки. Вы доказали самое первое, и после этого пытаетесь зацепить n плюс первое за n. Если вы это сделаете, то тем самым от единицы вы сумеете перейти в двойки, от двойки к тройке, от тройки к четверке и так далее, и так далее, и так далее. С индукцией стало понятнее? Да. От единицы к двойке, это как лестница. Если вы встали на самую нижнюю ступеньку, с нее перешли на следующую, потом на следующую, потом на следующую, в конце концов вы пройдете по всем ступенькам. Вот здесь то же самое. От n переходим к n плюс 1. Если они, конечно, не разные размеры? Не слышу. Если, конечно, эти ступеньки не разные размеры, считается, что они все одинаковые? Считается, что все одинаковые. Здесь формула единообразная. Это правда, что бывают случаи, когда переход довольно трудный, когда приходится по-разному переходить от разных n к n плюс 1. Там бывают даже более хитрые переходы. Но сейчас у нас все совсем просто. Давай, объясняй. Вот. Ну вот, и мы доказываем для n плюс 1, что так же будет все работать. Ну, давайте просто все выпишем. И вот это вот слово первых n слагаемых, это в точности n плюс 1 в материал минус 1. Да. По предположению индукции. Да, по предположению индукции. Да, хорошо. Осталось разобраться с вот этим куском. Мы его просто переписываем. Да, мы его просто переписываем. Хорошо. Ну, дальше минус 1, какие-нибудь сюда. Местами вынесем n плюс 1 в материал. За скобку скобки будут 1 плюс n плюс 1, то есть n плюс 2 и минус 1. То есть, получается, n плюс 1 в материал на n плюс 2, это n плюс 2 в материал. И еще минус 1, получается вот то, что мы хотели доказать. Выносить за скобку? Вот все умеют. n плюс 1 в материал вынесло за скобку. n плюс 2 умножить на n плюс 1 в материал, это n плюс 2 в материал. Потому что n плюс 1 в материал, все числа от единицы до n плюс 1 перемножим. Когда еще добавляешь n плюс 2, получаешь n плюс 2 в материал. Победа. Победа. Так, ну, это была только лемма. Теперь начинается самое тяжкое. Вот это рассуждение. Не может быть двух способов. Двух способов, то есть единицы. Ну, предположим, у нас есть такое число x, которое раскладывается хотя бы двумя способами. Может быть и больше. Дальше. Ну, вот просто выпишем это, ну, выпишем первый вид и второй вид. Пусть есть два разных способа разложения. Кто-то сумел двумя способами представить. Один способ коэффициенты а, а1, а2 и так далее, а n, другой способ коэффициенты b, b1, b2 и так далее, b. Понятно? Чтобы метод противного все понимают. Когда мы доказываем утверждение следующим образом. Предположим, что оно неверно, начинаем смотреть, что будет в таком случае, и рано или поздно получаем противоречие. Как только получили, все хорошо. Значит, то предположение было неверно, значит, да? И значит, на самом деле, все идеально. Итак, предположим, что а n-е меньше b-е-е-е. Понимаете, что это такое? Потому что если числа разные, то одно из них больше другого. Если вдруг а n-е равно b-е-е, то мы делаем очень просто. Мы просто стираем и здесь, и здесь, вот вообще, да? Да, не понял, что следующий человек. Если они равны, то то же самое, что просто стереть. И получаем то же самое для меньшего числа. Если они равны, то же стираем, равны стираем, и когда-нибудь мы дойдем до места, где не равны. Ну, чтобы не вводить новых букв зря, предположим, что с самого начала они были неравны. Ну, например, а n-е было меньше, чем b-е-е. Дальше. Ну, тогда мы можем просто все остальные смотаемые, а n-е, и так далее, просто чтобы они стали наибольшими. То есть мы заменим, например, а n-е на n-е и так далее. Да, все а-е-е, кроме а-е-е, мы заменим на максимально возможное. Заменим на максимально возможное. У нас получится... Так, опять голосование. Покажу вот это не разница, поднимите руки, кто его понимает. Ага, фошество понимает, спасибо. То есть, и так, было x равно вот этому числу. Было x равно. Мы каждый из вот этих вот чисел сделали максимально возможным. Ну да, если они были меньше. Если они были меньше, то будет меньше. Вот здесь знак будет меньше. А если они были все равны, то тут знак равен. Да. Но ставят меньше. Отлично. Дальше. Хорошо. Вот это вот, по нашей лиме, то есть, для n-1 слагаемого равно n-1. Понятно. Ну, потому что отсюда мы просто убрали одно слагаемое. Да-да-да. Ноготочие убрали. И здесь уже никакого ноготочия нет. Да, это очень хорошо. Да. И дальше. Получается, что вот это вот выражение, оно меньше, чем... n-1 нужно на f-trial плюс f-trial. Ну, потому что, когда отнимаешь единицу, ответственное число уменьшается. Если не отнимать единицу, то лучше, чем когда отнимать. Так, и теперь последний удар. Вот это вот, когда мы вынесем от f-trial за скобку, получим a-n плюс f-trial на f-trial. Правильно. Ну и что дальше? Откуда противоречие? Ну, b-n было больше, чем a-n. Значит, хотя бы на единицу больше. Правильно. Когда у вас есть целое число, ребята, это очень важно. Для целых чисел это то же самое, что b-n больше или равно, чем a-n плюс f. А, ну, значит... Для дробных не обязательно так. У вас, например, 1 вторая больше, чем 1 треть, но между ними расстояние всего лишь 1 шестая. А вот для целых чисел, уж если неравенство выполнено, то обязательно расстояние хотя бы единицы. Итак, что же я здесь пишу? Меньше или равно, правильно? Да. Чего? b-n умножить на f-trial. Да, правильно. Потому что b-n хотя бы на 1 больше. А вот очень важно. А это меньше или равно, чем b-n на n-f-trial, плюс b-n-1 на n-f-trial, плюс и так далее, плюс b-2 на 2-f-trial, плюс b-1 на 1-f-trial. А это и есть число x. Смотрите, мы начали с числа x, меньше или равно, равно, меньше, равно, меньше или равно. У нас знак меньше есть. Да, у нас есть знак меньше. Который все. Значит, мы получили потрясающую вещь. x меньше x. x меньше x. Ну, такого не бывает для целых чисел. Да и вообще, такого не бывает. Не для каких-то чисел. Это важнейшее свойство знака меньше. Что не бывает объект меньше, чем сам. Согласны? Противоречие получено? Да.